Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Лето – период, конечно, самый, наверное, сложный в жизни практически каждого человека. Ровно до того момента, когда заканчиваются у кого-то экзамены, экзамены выпускные, ЕГЭ, у кого-то экзамены, которые называются теми самыми, которые позволяют идти дальше, то есть поступать на какой-нибудь предмет в высшем учебном заведении. Ну и, конечно же, волнуются родители, мамы, папы, дедушки, бабушки. И, кстати, мы, правда, об этом сегодня не будем говорить, у кого-то тоже лето последнее, потому что в первый класс идти. В общем, безусловно, все как-то вокруг школы крутится в этот летний период. И, как вы понимаете, ЕГЭ, о котором опять так много говорят, тоже во главе угла. И сегодня хочется поговорить о том, что в этом году в городском округе Люберцы 18 ребят смогли сдать экзамен ЕГЭ по системе ЕГЭ на 100 баллов. Ну, то есть 100 возможных. Сегодня у нас в студии Лилия Вестиславовна Цуман, учитель русского языка и литературы лицея номер 4 городского округа Люберцы. Кстати, ранее у нее уже была стубальница по русскому языку. А также Анна Никитина, выпускница 4 лицея городского округа Люберцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, Анна, что все позади уже? Нет. Нет? Сейчас еще надо поступать? У меня будут вступительные испытания. Вступительные испытания. Ну, главное, что со школы-то вы уже завершили. Надеюсь. И что такое получить медаль? Вот. Что такое получить 100 баллов по ЕГЭ? Расскажите нам. Ощущения? Это, прежде всего, неожиданность, потому что, ну, русский, например, мне пришел, когда у меня был устный английский. Да. И когда я проснулась, открыла сообщение группы класса, там уже с двух часов ночи начался ажиотаж. И, ну, когда я открыла госуслуги, ой, я очень сильно кричала. Я, наверное, разбудила всех соседей. А что, были сомнения какие-то? Всегда есть сомнения, что можно там что-то недосмотреть, не так переписать. Очень много историй, когда люди теряли один, два, да даже больше, потому что у них смещались ответы. Ммм, тут даже вот так вот, чисто механически. Ну, а когда вы сдавали, вы были какие-то трудные моменты? Какой вопрос оказался самым сложным? Есть такое? Если говорить по-русски, у меня был очень хороший вариант. Я потом спрашивала одноклассников, у некоторых из них были намного хуже. То есть вам повезло? Лайтс, как говорят сейчас, да, попался? А по истории? По истории, на самом деле, тоже все было нормально, учитывая, что я готовилась только год, но так вот усиленно. Мне не попалось ничего, чего бы я не знала. Вот такая вот таинственная у нас. Анна не хочет выдавать эти вопросы. Ну, может быть, и правильно. Я вот до начала программы говорил, что вот наше время не было ЕГЭ. И мы сдавали все-таки по системе. Ну, такой были письменные экзамены, были устные. Но подключим к разговору Лилию Вестиславовну. Сейчас много, опять же, говорят о ЕГЭ. Вообще, вы как человек уже опытный с медалистками. Как это вот учитель чувствует, когда его, значит, ну, не просто уже ученики, а, можно сказать, дети в какой-то степени, да, вдруг сдают на 100 баллов? У вас какие счеты? 100 баллов нельзя предугадать. Это всегда только можно надеяться. Понимаешь, где сильный ученик, где серьезно человек готовится. А сильный ученик – это от скольки до скольки баллов? Понятно, что стоит. Ну, за 90. 90-100. Вот в этот промежуток. И уже хорошо будет. И, ну, да, конечно, это высокие баллы. И надежда всегда есть. Но сказать точно, что, как бы, вот этот ученик сдаст на 100 баллов, там всегда есть вот эти несколько процентов удачи. Потому что у меня ни одна ученица сдавали, одного балла не хватало до 100. И в этом же классе… Вроде 99 или 100. Нет, там как-то не совсем 99. Там, получается, есть первичные баллы, есть вторичные баллы. И одноклассница Ани, Соня Новикова, ей одного балла не хватило до 100. Ну, я считаю, что по нашим параметрам это вполне себе тоже хорошо – 99, да? Вот. Хорошо. И вот сейчас, когда все это происходит, когда 100 баллов набраны, давайте мы еще раз напомним, какая система для тех, кто либо еще не прошел это чистилище под названием ЕГЭ, либо никогда не проходил. Значит, было выбрано два экзамена. Как это вообще работает? Вот в данном случае у Анны Никитиной. Как она заработала эту золотую медаль? Аня готовилась всегда ко всем предметам учебного цикла. И этот класс ко мне попал не с пятого класса, они пришли ко мне в седьмом, как к учителю русского языка и литературы. И серьезных учеников сразу видно, которые всегда готовы, которые стараются, которые работают. Мы с Аней выходили с девятого класса, начиная на олимпиады по русскому и по литературе. По литературе у Ани всегда была победа, призерство на муниципальных, на региональных олимпиадах. Поэтому это тоже говорит о том, что ученик может претендовать на высокие баллы. Это те знания, которые уже... Аня, а скажите, вот насколько я понимаю, вы же там имеете право выбирать какие-то экзамены на ЕГЭ, да? Как у вас это работало? Обязательных это только два. Это русский и математика. Математика зависит уровень, база или профиль. Профиль учитывается в вузах, база нет, потому что там даже нет разболовки. То есть вы профиль брали сразу же, да? Нет. На гуманитарные специальности чаще всего не нужна профильная математика, поэтому я сдавала базу. Просто математику. Так, с математикой завершили. А русский язык? Русский сдают все. Ну, я имею в виду тоже, да, как базовый является. Да. Так, а вот эти... А история тоже дополнительная получается, да, у вас? Любой, кроме русского математики, это дополнительный экзамен. А почему историю выбрали? Потому что на те направления, которые меня интересуют, чаще всего требуется история. Понятно. То есть мы сдаем экзамен еще не только потому, что нам хочется и нам проще сдать, а потому что вы собираетесь поступать в определенный вуз. Куда, если не секрет? Я рассматриваю несколько вариантов. Ну, это МГИМО, МГУ, ВШЕ, МГЛУ. Ну, это неплохие варианты, я должен сказать. Если говорить сегодня об вот этой системе, потому что ее как бы сейчас... Ну, вообще школьную систему нас всегда критикуют во все времена. Вот сейчас, когда ребята сдали ЕГЭ, и действительно многие идут на поступление, вот среди ваших учеников, которых вы выпустили, да, как учитель, в данном случае русского языка и литературы, много будут поступать в вузы? Или сегодня есть ребята, которым достаточно либо подождать, либо выбрать какое-то другое направление деятельности? Я думаю, что 50 на 50 где-то, потому что есть ребята, которые... Ну, большинство, наверное, даже не 50 на 50, большинство идут в вузы, но есть те, которые и в колледжи будут поступать. Ну, запрос-то есть и там, и там, собственно говоря. А в колледж вы имеете в виду даже после вот... Да, после 11 класса. Кому-то не хватило знаний, не хватило усердия. Ну, может быть, да, временная какая-то, да? Да. Ну, мы знаем людей, которые поступали в вузы много раз, и потом можно закончить один вуз, а через какое-то время поступить в следующий, или заочно можно учиться всю жизнь, что называется. Напомню, что речь у нас идет о покончании, в общем-то, учебного года, и я так понимаю, что вот у нас здесь представлена на нашем столе эта медаль. Есть ощущение, вот медаль, она как-то отличается от всего того? Да нет, на самом деле нет, особенно на баллы дополнительные дают. Баллы. То есть все-таки поколение у нас, да, оно высчитывает баллы, потом есть еще всякие бонусные системы, там что-то поделал, бонус получил, там плюс экзамен профильный, который необходим для поступления в вуз. То есть можно сказать, Лилия Стална, что у нас сегодня студент, который целеустремлен, который знает, куда он хочет, он, в принципе, очень может себе соломки много подложить для поступления в высшее учебное заведение. Думаю, да. И аттестат, балл аттестата играет роль, и медаль играет роль. Олимпиады, опять же. Олимпиады, конечно. При поступлении в вуз, я не знаю, спрашивали ли у Ани, но на самом деле интересуется сразу, есть ли еще какие-то достижения, кроме балла аттестата и балла в заеде. Да, да, да. Это приветствуется, поэтому Олимпиады очень приветствуются. Аня, а я хотел такой еще вопрос адресовать вам. Вот вы когда начали думать, собственно, куда будете идти? Потому что, насколько я помню свой период, очень много разных мыслей приходило. Иногда кино какое-нибудь показали, и у человека вдруг меняется направление. Или вы довольно давно уже приняли решение, что будете поступать в конкретном, так скажем, гуманитарном направлении? Или вам кто-то подсказал, может быть? Ну, о гуманитарном направлении я знала со старшей школы точно, да и, наверное, со средней. Просто потому что склонность к каким-то гуманитарным предметам у меня больше. Ну, например, кем бы вы хотели быть? Сейчас не привязываемся к высшему учебному заведению. Ну, в идеале, в недостижимом будущем. Мне хотелось бы быть дипломатом. Дипломатом, вот. Ну, поэтому МГИМО. МГИМО – это, ну, как вот есть у нас МГИУ, МГИМО, это, в общем-то, все, что вы перечислили. Но вот это, наверное, такие высшие, да, ступеньки. Лилия Вячеславовна, я помню, что в советские, в раннероссийское время, иногда даже в высшее учебное заведение даже люди не шли, потому что, а зачем оно мне нужно, зачем? Ну, или потом корочка. Еще помню, когда в московском метро стояли, торговали дипломами, можно было купить диплом за 50 рублей. Сегодня изменилось отношение студента, что они не просто хотят поступить в какое-то высшее учебное заведение, а в самое лучшее, то, которое действительно они хотят получать знания. Думаю, да. Думаю, отношение изменилось. И, по крайней мере, меняется. А почему? Ну, меняются приоритеты и другие акценты уже предъявляются к специалистам во всех областях, поэтому ребята тоже меняют свое отношение. То есть уже не корочка, а знания. Знания, умения. Конечно. Опять же, коммуникация, как сегодня говорят, и предложение себя на некоем рынке труда, который довольно серьезный. Без знаний вряд ли кто-то себя может предложить. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях выпускница 4-го лицея городского округа Люберцы Анна Никитина, которая получила золотую медаль. Вот здесь вместе со всем своим вот этим вот замечательным скарбом она присутствует. А рядом с ней учитель русского языка и литературы, этого же лицея номер 4 городского округа Люберцы, Лилия Вестиславовна Цуман, которая любит выпускать из школы стубальных, хотел сказать уже студентов, видите, это хорошая оговорка, стубальных школьников, которые гарантированно могут уже задуматься над тем 1 сентября, когда они придут в высшее учебное заведение. Сделаем небольшую паузу и вернемся в студию программы «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим сегодня о приятном, золотая медаль, выпуск из школы, замечательная пора, когда школьники, сдав ЕГЭ, отправляются в высшее учебное заведение. Там многие варианты могут быть, многие баллы могут быть, но приятно, когда это 100 баллов, то есть 100% выступление на этом направлении. У нас в гостях Лилия Вячеславовна Цуман, учитель русского языка и литературы лицея номер 4 городского округа Люберцы, ну, скажем так, специалист по выпуску стубальных школьников по ЕГЭ, и Анна Никитина, выпускница 4-го лицея городского округа Люберцы. Ань, вот мы с вами поговорили о том, что вы планируете, ну, хотелось бы, да, во сне вам кажется, что вы дипломат, но это же вроде такая мужская... Нет, есть женщины-дипломаты, безусловно, но говорят, такая профессия мужская. Вы хотите работать в аппарате в министерстве в Москве или поехать куда-нибудь, например, послом в какую-то страну? Конечно, хотелось бы посетить какие-то другие страны. То есть послом? Женщина-посол? Ну да. И какая бы это в странах была бы, например? Учитывая нынешнюю внешнеполитическую ситуацию, наверное, это какая-то азиатская страна. Ну, для этого и как у вас со знанием языка? Или будете работать над собой еще? Вообще-то на таких программах, вроде международных отношений. Что-то там преподают. Преподается второй язык. Ну, для хорошего посла и 4, и 5 языков неплохо было бы, да? Английский-то вы наверняка уже более-менее знаете? Более-менее, да. Вот, молодец. Мы смотрим какие-то проблемные проекты на телевидении, там слушаем по радио, в интернете опять же. Все, проблема отцов и детей, что вот те учились, а эти не учились. Есть такое ощущение, что сегодня прямо есть ребята, которые чуть ли не там с первого класса ставят себе цель и идут вперед. Это так? Немножко цифровые дети пошли? Ну, как цифровые, я не знаю, цифровые дети. С точки зрения, что они вычисляют свою как бы судьбу, то есть не летают в облаках. Есть дети-трудоголики, есть такие дети, дети, которые ставят себе цель и идут к ней, да, есть такие дети. И уверенно идут? Да, и уверенно идут. А вот русский язык, который у нас является обязательным, да, как и математика, особенно когда он является еще и таким, ну, немаловажным, олимпиадой и так далее, как мы выяснили, что олимпиады это и для школы, и для лицея хорошо, и для ученика хорошо, потому что такой дополнительный бонус для поступления. Это один из основополагающих предметов. Почему? Как вы считаете? Ну, потому что мы живем в России, и знание языка, конечно, важно. Но ведь говорят в разных местах по-разному. Сейчас такой профессиональный вопрос пошел. Говорить можно много чего, но если мы живем в России, в своем государстве, то мы должны знать, и ученики должны знать хорошо, на хорошем уровне. Что важнее, язык или литература? Что больше нас делает вот с точки зрения языка русскими? Литература. Литература? Ох ты, почему? Ну, потому что литература заставляет думать, отвечать на вопросы, которые задают везде. Думать на русском языке и отвечать на вопросы на русском языке. И, ну, что хорошо, что плохо для себя ставить приоритеты. Ну, потому что характер литературы, русской литературы, это литература нравственная всегда. Да. Это литература, которая заставляет задуматься и делать какие-то выводы. Ну, на любой вопрос там есть ответы. Пустота. Главное, что не пустота, а такой заполненность и наполняемый такой... Всегда глубина во всех произведениях. То есть, если, например, сейчас, опять же, так как вы уже выпускница, вам уже ничего не грозит, если кто-то напишет сочинение, ну, я не знаю, там, по какой системе, не по ЕГЭ сейчас говорим, и там будет просто, ну, великолепно расписано с точки зрения литературы, ну, как, 5-5 ставят, да? 5, по-моему, за... Текста и за грамотность. Да, а грамотность, ну, где-то что-то там пропало. Вот, 5-3, например, оценка. Ну, если вторая оценка 3, то первая тоже не 5. Это уже, а, всё. То есть литература всё-таки подтягивает и знание языка. Если ты хорошо знаешь литературу, знание языка... Ань, мы тут немножко начали, видите, философствовать. Скажите мне, пожалуйста, а вот вы, как самый молодой человек из здесь присутствующих, вот русский язык, можно сказать, что это молодой язык? Как вообще, у языка есть возраст? Конечно, есть. Мне трудно представить, что вы со своими, ну, скажем, однокашниками прямо на таком хорошем, чистом русском языке, литературном говорите. Или, может быть, я ошибаюсь? Но у языка есть разные формы, как, ну, виды речи. Есть, как бы, речь разговорная. Разумеется, она отличается от речи, там, литературной, от литературного языка. Сленг всегда имеет место быть в любом языке. И если мы возьмём, именно если говорить о возрасте языка, русский язык, он достаточно древний, но язык, любой язык имеет свойство изменяться, и это нормально. И обновляться молодая кровь, вот, чтобы было всё понятно в тех ситуациях, в которых мы сегодня живём. Ну, вот видите, я уже начинаю потихонечку с вами говорить уже не как, сейчас немножко все носятся, наверное, вот, медали и так далее. А я уже с вами говорю как со специалистом по русскому языку, потому что мы выяснили, да, что всё-таки знание литературы, знание тех... И вообще для дипломата же это тоже важно, потому что если вы будете представлять страну, то как вот, я всё пытаюсь это слово не употребить, но не могу пока ему замену найти менталитет, как сейчас говорят, да. Вот, то есть некий русский человек, он, как говорится, должен и на посту дипломата, коль мы выясним, оставаться русским человеком, но выполнять те задачи, которые стоят, с таким вот, с красивым русским философским подходом. Вот этого хотелось бы вам пожелать. Ну, а возвращаясь к теме нашего разговора, Лесь Славовна, а родители сегодня как участвуют вот в этом самом, ну, в кавычках, страшном процессе, когда начинается ЕГЭ, сдача вот эти... Сейчас у нас ещё есть день пересдачи, кто-то там, может быть, пойдёт, потом поступление. Мне кажется, что я пока вот не участвую в этом процессе, но это какой-то такой, мне кажется, нервный, может быть, срыв у родителей. Ну, родители, безусловно, волнуются, но по-разному. Есть родители, которые всячески помогают на протяжении всего периода жизни. Сотрудничают с вами, да. Вот, есть, которые сотрудничают, и это даёт свой хороший результат. А есть, которые, ну, не особенно принимают активное участие в жизни детей. То есть есть родители, которые вам просто детей дают, вот вы учительница, вы и учите им. Да, к сожалению. И чем больше в школе, тем меньше дома, тем лучше, да, если такое. Ань, я не зря задаваю вопрос про родителей. Насколько я так знаю по шпаргалке, которую мне дали, такое школьное слово «шпаргалка», которое невозможно, конечно, на ЕГЭ, в наше время-то можно было где-то что-нибудь придумать. А вы из многотетной семьи, это верно? Да, это так. Сколько же вас братьев и сестёр? У меня три младших брата. Три младших брата, а вы старшая? Да. Вот, они вас слушаются? Мне не приходится заставлять их слушаться. Они хорошие дети. Серьёзно? Ну, понимаете, что вот по жизни так получилось, что если было бы наоборот, например, старший брат и три младших сестры, это другая ситуация. А здесь вы прямо для них являетесь такой... Ну, старшая сестра – это как и няня, и воспитательница. Самому младшему сколько? Семь лет. Семь лет. Ну, они вас уже поздравили хоть как-то с медалютами? Да, конечно. Что сказали? Ну, молодец. Я не считаю, что они должны как-то очень об этом волноваться. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот... Ну, сейчас год семьи, да. Многие сегодняшние выпускники думают действительно о карьере. Да, о том, чтобы добиться чего-то такого серьёзного в жизни и так далее. Семья на каком месте у вас стоит уже сегодня? Ну, в смысле... Сначала обучение, а потом семья. Либо обучение, а там уже как и получится. Семья, я имею в виду, уже ваша, когда вы будете взрослая студентка. Или сначала отучимся, а потом уже будем думать о семье. Нет, я расставляю приоритеты. Сначала как бы обучение, карьера, а потом уже... А потом уже как сложится, да? Ну, да. Ну, исключения могут же быть, правильно? Всякой жизни бывает. Но в любом случае мне приятно, что Аня очень внимательно подходит к этому процессу и не пускает всё на самотёк. Потому что люди есть разные, которые... Ну, пусть как лодка плывёт и плывёт. И вот сегодня такой вопрос ещё к Лиле Вестиславовне. Когда выпускники заканчивают школу, кто-то получает медаль, сдаёт ЕГЭ на 100 баллов, кто-то на 99 и другие варианты. И проходит выпускной вечер, тоже такая отдельная история. И потом они уходят, так скажем, из школы, как у нас говорили в те времена, и сейчас перед вами открыты все двери. Вот кто-нибудь возвращается потом к вам, перезваниваетесь, кто-то пишет, кто-то приходит на какие-то мероприятия. Как память по отношению к школе и к преподавателям у ребят? Ну, у нас есть традиция, я думаю, это традиция по всей России. Первая суббота февраля – это день выпускников прошлых лет. У нас эта традиция в школе соблюдается. Каждый год у нас мероприятия, приходят выпускники разных лет. И уже очень пожилые люди, которые закончили нашу школу, они приходят, дарят подарки в школе. А так и на протяжении всего времени приходят ученики в школу к учителям постоянно. А вы следите за судьбами своих? Сейчас как бы социальные сети существуют и так далее. Ну да, конечно, интересуются. И как? Как вам их дальнейшая судьба? Ну, у всех по-разному. Ну, конечно, очень радует, когда ученики достигают высоких результатов. Но, как говорится, что ученик должен превзойти своего учителя. И когда это происходит, это прекрасно. То есть это для вас такое приятное состояние. Ань, ну мы идем к финалу. Скажите мне, пожалуйста, сейчас будет, конечно, сложный такой период. Но как вы вот в свободное время? Потому что мы послушали вот сегодня такое ощущение, что ребенок все время то Олимпиада, то прочтение книг. Понятно, что книги кто-то читает с удовольствием, а кто-то читает их, потому что надо. Потом, значит, понятно, что подготовка к ЕГЭ. У вас свободное время есть? Как вы его проводите? Ну, опять же, как раз-таки про книги для меня удовольствие почитать. А что читаете? Какие направления? Что-то серьезное или в разных вариациях? Ну, я очень люблю научную фантастику. Научную фантастику, ага. То есть подкрепленную немножко какими-то фактами. Так, а еще? Ну, например, сейчас я читаю там Кавку. Угу. Я и русскую литературу тоже люблю. Ну, для посла, кстати, Кавка – это хорошо. Что-нибудь в этом направлении такое, где нужно быть немножечко ироничной, немножечко, может быть, с хитрецой какой-то, да. Вот то, что говорили вы. Русская литература, она же дает еще и характер определенный. Мы же часто сравниваем даже людей. Вот сегодня у вас есть возможность обратиться к будущим выпускникам. Я уж не знаю, ЕГЭ сохранится в том виде, в котором оно есть, либо не сохранится. Вот что самое главное во время сдачи вот этого главного экзамена? Вот что нужно сделать будущим выпускницам или выпускникам школы? Ну, как известно, волнение – это главный враг высоких результатов. Поэтому в первую очередь перед экзаменами нужно не думать о высоких результатах. Просто делать дело, да? Да, для каждого поведение непосредственно перед ЕГЭ индивидуально, потому что кто-то советует не повторять ничего, а там гулять день или отдыхать. Для меня, например, это не подходит, потому что я только начинаю волноваться о том, что я ничего не делаю. Почему я ничего не делаю? Не надо повторять. Время зря проходит. Да-да, так. Мне кажется, здесь все очень индивидуально. Главное – найти именно то, что подходит лично тебе. А как бы вы ответили на этот вопрос? Потому что у преподавателя есть еще одна проблема, что если бы вы вместе сдавали ЕГЭ, а так у нас же это почти уже как… Я даже не знаю, с чем сравнить. Отдельные люди, отдельные ручки, ну, там, отдельные какие-то помещения и так далее. Вот как преподаватели готовятся? Потому что это же в какой-то степени показатели вашей работы, как будет сдан ЕГЭ по русскому языку. В смысле, перед экзаменом? Ну, консультации, да, конечно, до последнего. Как вас попускают? Вот 90 баллов, 95 баллов и выдохнули, правильно? Ну, сдали и выдохнули. И выдохнули. Ну, собственно говоря, наша программа тоже такая маленькая телевизионная ЕГЭ. Мы поймали в наших участниц сегодняшней программы буквально вот после всего того, что произошло. И они, наверное, еще до сих пор сами не могут это все в хорошем смысле слова переварить. Плюс невероятная жара. Но 2024 год для вас уже год такой счастливый, потому что год золотой медали. И мне кажется, что эту медаль могут разделить и учитель, и выпускница. Нам остается только пожелать вам удачи. Вот, вам добиться того, что вы поставили перед собой цель поступить. Наша программа обычно такой маленький талисман. Никто не жаловался пока. Будем надеяться, что так и будет. Тем более, выбор есть, да. Лилия Вячеславовна, а вам просто пожелать ничего не делать по-другому. У вас все хорошо. У вас стобальники идут прямо рядами. Большое вам спасибо. Вас с праздником этим. Потому что это праздник. Получение медали – это серьезная. Медаль в данном случае не придумана. Она настоящая. Это государственная, так сказать, награда, можно сказать, первая в вашей жизни. Но это была программа «Открытый диалог». Не знаю, каким будет ЕГЭ. Сейчас по-прежнему идут споры. Но пока он в том виде, в котором он существует. Очень приятно, что в нашем городском округе Люберца, напомню, 18 человек сдали экзамены на 100 баллов. Это здорово. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова